Библейский портал экзегет.ру представляет 16 глава, книга чисел, перевод российского библейского общества, и читаю я ее для библейского портала экзегет. Израильтяне идут через пустыню, история долгая, сложная, и вот восстание за восстанием, неполитическое восстание, не то, чтобы они там хотят захватить власть, а может быть и хотят, но в любом случае восстание скорее связано с тем, что люди не хотят жить так, как от них требует этого Бог. Господь сказал Моисею, вот мы читали в прошлый раз, про то, что нужно исполнять очень строго все повеления, и мы одновременно там видели пример, как человек, который всего лишь собирал дрова в субботу, ничего такого жуткого с нашей точки зрения не совершил, он был по повелению Господа убит. И как это можно терпеть? Не пора ли как-то вот прекратить вот это безобразие? Корах, сын Ицхара, сына Кихата, сына Левия, а также потомки Рувима, Датана Аверам, сыновья Иляава, и он, сын Пелета, взбунтовались против Моисея. Их поддержали 250 сынов Израилевых. Все это были вожди общины, предводители собраний, именитые люди. Они обступили Моисея и Аарона и сказали им, «Довольно вам, в общине все святые, среди них пребывает Господь. Почему вы ставите себя над общиной Господней?» В самом деле ставят. Услышав эти слова, Моисей полнит. Смотрите, он кланяется до земли. Вот первое его действие. Это не позвать там стражу, арестовать, казнить их, а он умоляет. Он сказал Коруху его сообщникам, «Утром Господь покажет, кто принадлежит ему и кто свят, и кому он позволяет приблизиться к себе. Кого он избрал, тому он и позволит к себе приблизиться. Возьмите кадильницы, положите в него горящие угли и благовония, и предстаньте пред Господом. Кого Господь изберет, тот и свят. Довольно вам, сыны Левия?» Они все левиты, то есть они вроде бы равны в том, что касается служению Богу, но они же видят, что Моисей и Аарон, они избранники, им это не нравится. «Послушайте, сыны Левия, — сказал Моисей Караху, — «Неужели мало вам того, что Бог Израиля дал вам особое место в общине сынов Израилевых, позволил приближаться к нему, выполнять работу при скине Господне и прислуживать общине?» «Господь позволил тебе и твоим собратьям, левитам, приближаться к нему, а вы стали домогаться священству, то есть того, что дано только Аарону. Ты и твои сообщники, вы против Господа устроили заговор, а Аарон тут ни при чем, зачем вам роптать на него?» Вот уже более резкие слова, и все же. И все же Моисей не действует как, ну, действует большинство властителей в этой ситуации, не прибегает к грубой силе. Моисей послал за Датаном и Аверамом, сыновьями Ильявы, но они сказали, «Мы не придем. Мало тебе, что ты увел нас из земли, текущей молоком и медом, чтобы мы умерли в пустыне». Это Египет, где они так тяжко страдали, но прошлое вспоминается очень часто ностальгически, вспоминаются лучшие его моменты, и уже они не помнят, что они там были рабами, а помнят, что им паек давали. «Ты еще хочешь быть нашим владыкой? В землю, текущей молоком и медом, ты нас не привел, полей виноградников нам не дал. Думаешь, люди слепы, мы не придем к тебе». Но на самом деле, они сами не пошли, мы читали об этом две главы назад, как народ отказался идти в Ханаанскую землю. «Сильно разгневался Моисей и сказал Господу, «Да не будут угодно тебе их приношения, ведь я ни у кого из них даже осла не отнял, я никому из них зла не сделал». То есть не было коррупции, не было такого, что Моисей в свою пользу обращал это свое избрание. Моисей сказал Караху, «Завтра ты и все твои сообщники должны предстоять перед Господом, и ты, и твои сообщники, и Аарон. Пусть каждый из вас возьмет свою кадильницу, положит в нее благовоние и поднесет ее при лицо Господа. Принесите 250 кадильниц, и ты принеси свою кадильницу, и Аарон свою». Ну, кадильницы, значит, для благовоний примерно то же самое, что и сегодня в православных церквах, где ладан, жгут. «И все они взяли свои кадильницы, положили в нее горящие угли и благовония и стали у входа в шатер встречи вместе с Моисеем и Аароном. Курах собрал всю общину против Моисея и Аарона, они стояли у входа в шатер встречи. И тогда всей общине явилась слава Господне». Вот она там являлась в каком-то видимом облике, и, соответственно, что значит избрание? «Господь сказал Моисею и Аарону, «Отойдите от этой общины, и я уничтожу их всех в одно мгновение». Ну, вот все понятно, да, их покарают немедленно. На Моисея и Аарону по Оленице сказали, «О, Боже, Бог, дающий дыхание всему живому, согрешил один человек, а ты разгневался на всю общину». То есть имеется в виду весь Израиль. Вновь Моисей, но здесь уже вместе с Аароном, умоляет Бога не карать всех. И почему-то Богу это нравится. Вот ему нравится эта солидарность. И смотрите, вот мы читали в прошлой главе, это даже было так удивительно, что сознательное нарушение единственной заповеди делает человека виновным в смерти. Кто же тогда выживет? Да никто бы то, что он. Любой человек временами сознательно нарушает Божью заповедь. Пусть самую маленькую дрова собирал в субботу. Ну, в конце концов, ему надо было на чем-то еду приготовить, согреть свою семью. Ну, не страшно, что-то он сделал. Нет, убили. И вот здесь уже есть явно то, что в Новом Завете вырастет в полный рост, представление о том, что милосердие необходимо. Без милосердия мир погибнет. Мир, который управляется только Божьей справедливостью, это мир, где все умирают. Господь сказал Моисею, ввели все общения отойти подальше от жилища Раха, Датана и Авирама. Моисей направился к жилищам Датана и Авирама. Старичные Израиля шли за ним и сказал общение, отойдите от шатров этих негодных людей и к их вещам не прикасайтесь, а иначе вы погибнете за все грехи. Вот бойкот и изоляция, но у нее есть смысл. Это не просто не говорите с ними, они плохие, а не прикасайтесь к ним, иначе вы погибнете тоже. Люди отошли подальше от жилища Раха, Датана и Авирама. А Датана и Авирама остались стоять у входа в свои шатры вместе с женами, детьми и младенцами. Моисей сказал, «Сейчас вы узнаете, что это Господь послал меня делать то, что я делаю. Поймите, что это не моя прихоть. Если они умрут так, как все люди умирают, если их постигнет та же участь, что и всех, значит, не Господь меня к вам послал. Но если Господь сделает так, что земля раскроет свою зеф и поглотит их самих, и все, что им принадлежит, если они живыми сойдут в Шеол, Шеол — это царство мертвых, тогда вы разумеете, что эти люди отвергли Господа». Только он умолк, как разверзлась земля под этими людьми, раскрыла свой зеф и поглотила их вместе со всем, что было у них, проглотила всех людей, караха и все их имущество. Живыми сошли они в Шеол, вместе со всем своим достоянием, и сомкнулась над ними земля, и не стала их среди собравшихся. Услышав их крики, все стоявшие вокруг бросились бежать, они боялись, что земля их поглотит. Ну вот, во время тяжелых землетрясений бывает так, что расходятся какие-то очень большие пласты земли, и возникают огромные трещины, туда иногда кто-то проваливается. Наверное, это выглядело примерно так. Сошел огонь от Господа и уничтожил 250 человек, которые принесли благовоние в кадильницах. Вот вновь это радикальность. Вот такое ощущение, что с этим народом пока еще нельзя никак иначе, кроме как с жесткими репрессиями. И это в книге чисел регулярно происходит. Господь сказал Моисею, «Вели Элиазару, сына священника Аарона, собрать на пепелище все кадильницы, выкинув из них угли. Теперь они освящены ценой жизни этих грешников. Пусть из этих кадильниц выкают люсты для покрытия жертвенника». То есть ценный металл, мы не знаем, серебро, золото, но вот что-то ценное. «Их приносили Господу, и они стали священными, и будут они знаком для сынов Израилевых». Их не нужно выбрасывать, сжигать, как обычно, вот там все имущество этого самого Караха и его сообщников уничтожено вместе с ними. Здесь уничтожать имущество не нужно, но одновременно не нужно и сохранять это в том виде, в котором оно есть. Священник Элиазар собрал медные кадильницы, вот я был неправ, медные, принесенные погибшими в огне. Из них выковали покрытие для жертвенника, как и велел Элиазару Господь через Моисея. Это покрытие призвано напоминать сынам Израилевым, что никто из посторонних, никто, кроме потомков Аарона, а там все переходит по наследству, да, не должен совершать воскурение благовония пред Господом, иначе он разделит участь Караха и его сообщников. Однако, как смотрят простые люди вот на все на это? Собрались на богослужение, разверзлась земля, туда провалились, включая маленьких детей, эти 250 пришли с кадильницами, их попалило огнем, вообще что это такое? Это какой-то геноцид, прямо сегодня очень модное слово, его по любому поводу употребляют. Ну, народ так и подумал. На следующий день вся община сынов Израилевых возмутилась против Моисея Аарона и стала их обвинять. Вы убивали народ Господень. Когда вся община собралась против Моисея Аарона, опять-таки, вот уже все против них, они посмотрели в сторону шатра встречи и увидели облако, скрыло шатер, явилась слава Господне. Моисея и Аарон подошли к шатру встречи, а остальные-то побаиваются. И Господь сказал Моисею, отойдите от этой общины, я уничтожу их всех в одно мгновение. Оба пали ниц. И смотрите, вот вновь и вновь Господь уже готов просто уничтожить весь народ и проявести новый народ от Моисея, но они не готовы, они хотят сохранить то, что есть. Моисея сказал Аарону, возьми свою кадильницу, положи в нее горящие угли с жертвенника, положи благовоние и спеши к общине, соверши за них искупительный обряд. Пришел гнев от Господа, начался Амор. Аарон сделал, как велел ему Моисея, и побежал к общине, Амор уже начался. Аарон положил на угли благовоние и совершил искупительный обряд за народ. Встал он между мертвыми и живыми, и Мор прекратился. А погибло от Мора 14 700 человек, не считая тех, кто погиб вместе с Курахом. Огромное число, да, то есть гораздо больше, чем непосредственно от восстания Кураха. Получается, что мятежники, они, мятежники не только губят себя, но они губят людей, которых они вовлекают вот в этот процесс. Аарон вернулся к Моисею, ко входу в шатер встречи. Мор прекратился. Ну и вновь вот эти ситуации, когда возникает какой-то загадочный Мор, такое ощущение, что это не просто заразная болезнь, да, эпидемия, она все-таки развивается постепенно. Это вот моментальная гибель какого-то большого количества людей. Представить себе это иначе нам трудно. Ну хорошо, смотрите, вот репрессии, 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 а положительное-то что-то есть. Нельзя держаться на одних репрессиях. Надо как-то доказать, что именно Моисей и Аарон управляют народом по воле Бога, а не просто потому, что они разрубировали власть. 17 глава это покажет. Субтитры создавал DimaTorzok